В Волгоградском институте бизнеса состояла встреча студентов-выпускников и магистров юридического факультета с ректором института Андреем Ващенко, с которым они общались как с уполномоченным по защите прав предпринимателей. В рамках круглого стола, проводимого в кафедре предпринимательского права и центра правового консультирования и просвещения, главными вопросами обсуждения стали проблемы малого и среднего бизнеса на территории Волгоградской области, проблемы предпринимателей, как они решаются с помощью института омбудсмена. Пункты, касающиеся уполномоченных в регионах Российской Федерации, появились по двум простым причинам. Первая причина – это то, что многочисленные программы, принимаемые правительством Российской Федерации по поводу поддержки бизнеса и затраты, которые исчисляются десятками, сотнями миллионов рублей, не приводят к тому, что доля малого бизнеса в нашей стране в составляющей ВВП или в налоговой составляющей росла такими же темпами. То есть вроде бы вложения на бизнес есть, деньги тратятся, но результаты таковы, что на сегодняшний день в целом и в нашем регионе мы в целом находимся в всероссийском тренде, доля малого и среднего бизнеса колеблется вокруг 20 с небольшим процентом. Во многих субъектах Российской Федерации принят закон о полномочиях по правам предпринимателей. А вот как, по вашему мнению, в чем причина отставания в принятии данного закона в нашей области? Долго принимается, потому что я занимаюсь здесь принципиальную позицию, и меня поддерживает в этом плане губернатор и Министерство экономики, которое является разработчиком, собственно, законопроекта. Мы занимаем принципиальную позицию, что у нас должно быть все сделано справедливо с первого раза, чтобы потом не вносить бесконечные поправки, и федеральные амбудсмены, и региональные амбудсмены в соответствии с принимаемыми законами, у нас тоже этот закон пока еще не принят, являются государственной должностью. С другой стороны, например, в нашем законе будет, и по моему настоянию, как бы это было введено, что эту госдолжность можно занимать на общественных началах. То есть иметь государственные функции, особые государственные права, обязательность, которая обеспечит обязательность выполнения запросов, возможность участвовать в процессах, возможность взаимодействовать со всеми уровнями власти. Не обошли вниманием участники проблему нестационарной торговли, которая сейчас для многих предпринимателей стала весьма острой. Многие предприниматели закрыли свои ларьки и палатки. Это активные предприниматели. Если их направить в правильное направление, например, на льготных условиях выделить места, например, чтобы они вместо нестационарной торговли сделали стационарные магазины, и, например, торговали в них продукции, которую производит потребительская кооперация или фермерские хозяйства Волгоградской области, которые на сегодняшний день не имеют ни одного магазина в городе, а продукцию предлагают, которую мы с вами же покупаем, или ваши родители на ярмарках, мало того, что дешевле на 20-30%, но эта продукция выращена в потворьях, это минус химия, это минус различные добавки и так далее, это здоровье. А у этой категории на сегодняшний день либо мы покупаем продукцию по завышенным ценам через перекупщиков, либо вообще она не может попасть на наш рынок, потому что тут сетям невыгодно работать с местными товаропроизводителями, особенно которые производят скоропортящиеся товары, скоропортящиеся, что значит? Значит свежие, да? Выгоднее работать, которые в упаковке, с длительными сроками хранения и так далее, желательно произведенные где-то в тех регионах, откуда родом эти сети. Возьмем Магнит, например, это Краснодарский край, да? Он активно продвигает во все регионы продукцию сельского хозяйства своего региона. Нам-то зачем? А как объяснить тот факт, что зачастую без учета мнения предпринимательского сообщества принимаются решения в законодательных органах? Например, как это было, когда Дума приняла решение о кадастровой оценке муниципальных помещений по рыночным ценам. Чем это закончилось для предпринимателей социальной направленности, мы все знаем. Однако эту проблему удалось решить положительно. Им предоставят льготы по аренде помещений. Это предложение поддержала глава Волгограда Ирина Гусева. Такие вещи происходят регулярно. Происходили до появления этого института в нашем регионе. Мы создали коалицию предпринимательских организаций. Теперь у нас работает достаточно четкая система. То есть предприниматели через свои объединения. У нас действует в регионе и торгово-промышленная палата, крупнейший объединение работодателей. И опора действует. И немножко действует деловая Россия. То есть все крупные плюсы. Есть ряд общественных организаций районного масштаба, городского масштаба, областного. У них есть все представители. Мы создали такой совет предпринимателей. И они для омбудсмена, для меня, работают как нервная система. То есть они взаимодействуют со своими членами, выявляют те проблемы массового или законодательного, нормотворческого характера, которые у них существуют. При такой схеме работы у омбудсмена имеется не только полная картина состояния предпринимательского климата области, но и возможность донести законодателю проблематику до того момента, когда он примет решение. Губернатор назначает на должность уполномоченного по своему решению с учетом мнения предпринимателей. А отстраняет уже по своему решению. А не учитывает мнение предпринимателей региона? Да, конечно, учитывается. Дело в том, что здесь губернатору заниматься волюнтаризмом вообще неинтересно. Функция уполномоченного с точки зрения интересов губернатора как раз создание вот этого предпринимательского климата, взаимодействия с предпринимательскими организациями с точки зрения, скажем, мирного решения их проблем, конструктивного взаимодействия властей и предпринимательского сообщества. Цель, которую мы преследовали при проведении данной встречи, является то, что мы хотели познакомить студентов и магистров юридического факультета с работой уполномоченного по защите прав предпринимателей и институтом, вернее, аппаратом его управления. В связи с тем, что сейчас студенты и магистры юридического факультета изучают такие дисциплины, как российское предпринимательское право, защита прав предпринимателей, актуальные проблемы предпринимательской деятельности. В рамках образовательного процесса вот такая практикоориентированная встреча являлась очень актуальной и очень востребованной в разрезе новых федеральных стандартов. Итогом данной встречи является достижение соглашения о создании методического обеспечения правового просвещения индивидуальных предпринимателей на базе юридического факультета Волгоградского института бизнеса в 2014 году, а также соглашение о создании Института общественных представителей, уполномоченного в муниципальных районах Волгоградской области.